всем привет ночи это так приоделся я так приоделся потому что музыку такую слушал только что и не в первый раз сейчас все меня будут ругать и поливать грязью и не в первый раз и не во второй и не в третий а слушая эту пластинку периодически начиная с 2006 года с того года когда она только вышла не скажу пока какая пластинка а скажу о том что мой хороший товарищ детский писатель антон соя которого наверное многие если не читали то знают хотя бы заочно слышали фамилию у него есть несколько книжек посвященных не то чтобы культуре эмо а взгляду на представителей этой культуры книжки детские как я уже сказал писатель детский поэтому они не жесткие они такие чуть-чуть в сторону фэнтези даже чуть-чуть немножко западают сказочные и когда спросил антона почему ты так увлекаешься этим делом антон он много лет был директором группы бригадный подряд нашей ленинградской тире санкт-петербургской это настоящий качественный профессионально сыгранный панк-рок бригадный подряд мне эта группа очень нравится я к русскому року отношусь весьма скептически скептически несмотря на то что люблю музыкантов многие из них мои друзья и мы прекрасно общаемся но я очень спокоен к музыке которые они играют она не вызывает меня большого восторга я отдаю должное профессионализму качество исполнения все так мне не очень интересно все без обид все прекрасно понимают а бригадный подряд это кайфовая музыка мне очень нравится панк-рок на русском языке очень хороший при этом антон соя детский писатель да так вот он сказал что эмо это если называть это течением направлением это единый формации это единственная формация молодежная которая не утратила своей идентичности то есть хиппи панки все они все растворились они все перестали обладать идентичностью все это как-то рассосалась и и мода и лавитки мода да и и кожаные куртки рваные джинсы и и все это все это все это это все в пошло в такой тираж что невозможно невозможно идентифицировать человека которые по улице кто он панк он или или он просто слушает группу алиса или он просто слушает группу slayer и ему она нравится при этом не является никаким не панком не 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 металлистом не 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 рокером так так сказать я же говорил что рокеров музыкантов не бывает рокеры бывают только вот эти вот люди которые ходят в заклепанных куртках по аневскому проспекту или там по красной площади а м они сохранили свою идентичность при этом м это даже не формация это состояние это временной отрезок через который проходит абсолютно все абсолютно все потому что период юности это кем бы ты ни был где бы ты ни жил в каких условиях ты бы не существовал период романтики подростковой через нее проходят абсолютно все первая любовь стихи первое разочарование она всегда бывает у всех разочарование первое не бывает первой юношеской любви навсегда счастливый раз до конца бах и все всегда есть разочарование всегда есть обиды всегда есть противостояние жесткому страшному окружающему миру который открывается для юноши и для девушек потому что пока человек ребенок совсем для него все хорошо мама папа все прекрасно все здорово когда он взрослеет начинается что-то соображать он сталкивается с действительностью которая совсем не такая как в детском саду было и совсем не такая как дома и конечно вот этот перелом этот шок это этот эмоциональный такой взрыв который может продолжаться год может два может три потом затихает уходит но вот этот временной период романтизма такого и широко открытых глаз через него абсолютно все проходит а м а это как бы не то что они протаскивают это состояние до достаточно взрослых уже своих лет скажем так но как-то сохраняют его берегут и что-то из него выращивают проращивают а это очень хороший период потому что вот эти открытые глаза это романтика это прекрасный период для творчества на самом деле и масса замечательных поэтов писателей артистов музыкантов они черпают в этом состоянии будучи уже взрослыми циничными прожженными спокойными семейными людьми черпают оттуда вдохновение из своего этого эмо периода к чему я это говорю я это говорю к тому что хочу напомнить о существовании группы которая не является никакими эмо ее просто так условно причисляют к этому движению хотя это глупость как и движение эмо нет никакого такого движения и не было никогда обложка здесь другая потому что это юбилейное издание у меня все знают оригинальную обложку пластинки группы my chemical romance под названием black parade the black parade это юбилейное издание на трех дисках ведь как я люблю этот альбом купил даже вот трех дисковую штуку на двух дисках здесь собственно оригинальный альбом оригинальная запись на трех сторонах 1 2 3 стороны это оригинальный альбом the black parade на третьем виниле здесь всякие демо записи не вошедшие версии и несколько концертных номеров так вот my chemical romance все вздрогнули вся рыбин пропагандирует my chemical romance подростковую хрень это совсем не хрень совсем не подростковая но она такая же подростковая как beatles подростковая музыка как the rolling stones подростковая музыка как не побоюсь этого слова deep apple подростковая музыка как эмерсон лэк энд палмер подростковая музыка когда они играли первые свои концерты как вы думаете кто ходил на на рок-концерт группы эмерсон лэк энд палмер ха 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 конечно же конечно же профессора музыковеда конечно да 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 не смешите мою крепкую печень здесь она или здесь я не знаю я путаю все время где печень с какой стороны вот такая здоровый парень так вот да black parade пластинка меня потрясла хотя другие пластинки my chemical romance мне не нравится а вот этот альбом я услышал и просто одурел такое качество такая мощь такие мелодии простые в общем до банальности понятные и такой китч китч не в квадрате даже а в кубе китч настолько настолько его много этого китча что это становится даже хорошо это когда количество переходит в качество вот было бы чуть чуть поспокойней поменьше чуть чуть поменьше пафоса и было бы уже страшно пошло невыносимо пошло но когда стала пафоса еще больше еще больше и еще больше когда они переплюнули группу queen которая не до пафос его вот у них пафос который слез сваливается в пошлость все таки уж слишком да вот еще бы дожали как майка микл романс было бы отлично вот комикл романс дожали такой гипер пафос и это здорово и от этого появляется юмор от этого появляется жизнь от этого появляются эмоции которые которые не возникли бы никогда если бы этого пафоса и напора и прямоты было бы меньше здесь сыграно все отлично я читал рецензию недавно как раз когда решил записать ролик про эту группу прочитал рецензию наверное писал фред гитарист я подозреваю хотя хотя вряд ли потому что это это не видео это такая умная рецензия написано что просто полная херь играть не умеют все банально все скучно все не туда все все но надо отдать должное тому что песни действительно в одинаковой структуре все написано 4 аккорда два такта аккорд два такта аккорд два такта аккорд два такта аккорд такой вот такая вот круговерть очень похоже на русский рок на самом деле папа построению только сыгранных 100 миллионов раз интереснее и сложнее и сильнее и мощнее и очень хороший продюсер который работал с гриндей там из кучи еще артистов я забыл как его зовут а вот он здесь ну не важно будет интересно в интернете все это есть практически рок-опера ну еще бы если бы если уж идешь на пафос если уж идешь на темы жизни и смерти то рок-опера это самая маленькая из всего что можно сделать практически рок-опера посвященная умирающему человеку который переосмысливает свою жизнь исповедуется перед друзьями перед врачами перед кем угодно перед богом перед всеми вспоминает все свои гадости все свои мерзости и думает о том вот он умрет что же будет дальше при всем при этом эта пластинка очень жизнеутверждающая она в общем то о том что жизнь бесконечна что жизнь вечна и black parade и мы пойдем в этом параде все спокойно парни не надо паниковать все там будем но все там будем вместе и будем браво очень здорово резко маршировать как первая песня the end пластинка начинается с песни конец грандиозное оркестровое полотно оркестровое по форме мощнейший гитарный звук точно называется power аккорды но power аккорды да это натуральный аккорд там до мажор там ми мажор здесь аккорды power они вот такого размера вот такого размера они с девятиэтажный дом эти аккорды начала вот это дн который сразу вот это да вот эту конструкцию построили музыканты такую музыкальную это круто вторая песня dead dead с восклицательным знаком казалось бы black sabbath начнет сейчас играть да а здесь такое веселье такой гитарный чёс по-хорошему вот этот вот квазиметаллический такие переходы такие остановки смена динамики такая такие стоп таймы так все так все весело и бодро и такой вокал злобный гнусный но при этом чистый и правильный очень хорошо просто очень хорошо настоящий я бы не сказал даже что это панк-рок это это выше панк-рока это еще выше панк-рока еще выше всякой новой волны вместе взятой это такая мощь боже мой как это сделано две следующие песни можно назвать их сентиментальными но сентиментальные мы привыкли что это это сентиментально а здесь на разрыв души сентиментальное разрывание на себе камзола ломание шпаги игры обгрызанные руки и и и и бешеная гонка вперед 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 не останавливаемся и все тот же гитарный рев очень хороший настолько качественно записанный настолько здорово звучащий и вот такой огромный вот такой огромный и если бы это было все посложнее в плане композиции службы этого невозможно это было бы в три раза хуже чем dream theater хотя там казалось бы уже куда а здесь все просто от этого все слышно от этого читается мелодия и эмоции доходят они понятно что о чем вокалист поет даже не в плане текста а в плане эмоции и мелодики потому что мелодия передать гораздо больше чем любой текст и вот это становится понятным это так так здорово просто невероятно и наконец конечно последний на первой стороне песня welcome to the black parade грандиозное монументальное произведение прекрасный клип в сети есть black parade один из моих любимых кстати говоря вот это китч который хлещет через край это пафос который давит все которому наплевать на все условности музыкальные вкусовые стилевые и прочее условности ничто правда все эмоции все романтика это все и романтика оправдывает все что угодно ну в рамках закона естественно я так мне я думаю что было жив виктор цой он бы торчал от этой пластинки как мы торчали с ним от группы classic снова про которые расскажу она в эту сторону двигалась но она работала в стиле классической новой волны такой электрифицированный при этом но вот этот вот эти вот камзолы вот этот под это подача вот это все это здесь это блестяще ну все остальное тоже прекрасно особенно песня мама мама вы это просто красота это замечательная пластинка my chemical романс очень хорошая музыка очень хорошо сыграно и очень просто все просто в смысле доступно на самом деле очень все не просто очень сложно записано сложно для того чтобы было приятно слушать альбом высочайшего качества чтобы не говорили умные гитаристы и умные рецензенты которых я читал и смеялся просто потому что люди пишут о том чем вообще ничего не понимают пошел пить пока